Вот вы знаете, одноклассники говорят, что он был такой очень мягкий, покладистый, ведомый. Да, да, да. Я вот общался с классом руководителем, она говорит, да, он в принципе был ведомый. То есть не такой какой-то, то есть своей точки зрения. Не заводила, не лидер. Да, да. То есть может быть вот на этой почве его где-то как-то куда-то заманили, где-то как-то... Ну, всякое, вся же много, в принципе, всяких путей воздействия на человека. То есть если, тем более, если психологически какой-то подготовленный, то есть мог его обработать. Но не до такой степени, чтобы, в целом, пойти на такое вот. Не, ну тоже вот могли его обработать. Куда-то могли... Сначала в учебке он был, да, там было все хорошо, нормально. Да. В Армению сам попросился. Да. И тем более, что он в Армении тоже, так скажем, что руководство, командир-то его, он пользовался доверием. Вот опять же факт о том, что его отправляли одного, значит, сопровождение сопровождать. Потом, опять же, что брали его, значит, за новобранцами ехать, за призывниками, так сказать, ну, за молодым пополнением. То есть это уже хотя бы два вот этих факта, это уже о чем-то говорит. То есть с положительной стороны его там характеризовали-то. То есть пользовался он авторитетом-то, скажем, у командиров-то, то есть доверием. А я-то узнала, когда меня позвали в меди. Ну, и учителя сказали, нужно дать характеристику Валерину, что вот такое вот случилось, у меня сразу глаза. Это что такое? Это не из новостей от учителей узнал, да? Да, от учителей. Конечно, это вообще никто не поверил в это. Но мы до сих пор не верим, ни один одноклассник, ни один человек, и, по крайней мере, тех, кто его знает, ну, в то, что он сам сознательно, без чьей-то помощи, там, без каких-то чего-то еще, что он пошел это делать, нет. Только если ему помогли. С его родителями ты знакома? Ну, заочно, можно сказать, мы общались с его мамой, папу видел его. Мама такая хорошая женщина, отец тоже, как бы, приятный. Но они верующие были, да? Да, я тоже слышала об этом. Одноклассница моя с ним жила за одним, в одном доме за стенкой. Потому что он говорит, вот, в каждое утро там у них музыка поет какая-то, там, в 7, по-моему, или 6 утра, ну, как бы, это их нечто. Верующие они песни пели, постоянно ездили на службу. То есть после 1905 года, сразу же, когда были изданы реформы, дающие право проповедования на территории всей Российской империи, на территории всего государства, всего государства, особенно по городам, связанным с Транссибирской железнодорожной магистралью, то есть выехали проповедники буквально сразу же. И эти проповедники относились в целом к протестантизму. Безусловно, главными были баптистские направления и направления пятидесятников. Они были уже в 1906 году, уже были здесь, проповедовали, имели успех среди чтинцев. В 1912 году уже проводились массовые водные крещения на местных реках. Это чтинка, ингода. Это была общая картина в городе Верхнеудинске, это современное ОЛНУД, то же самое было. Сейчас вот, когда произошло это преступление, о котором мы говорили, особенно в интернете, в соцсетях, может, даже видели, очень многие пишут, что это секта, тоталитарная секта, что там идет промывка мозгов, что там идет зомбирование его, значит, соответственно, Пермяков с промытыми мозгами, зазомбированный, чуть ли не американский агент. Вот это все совершил. Как на эти выпады ответить? Первое, что надо иметь в виду, что следствие не закончилось. И сам Пермяков и все его окружение находятся в рамках понятия о презумпции невиновности до момента вынесения приговора. Любые высказывания в отношении Пермякова должны пониматься как нарушение законодательства в целом. Поэтому в отношении этих комментариев можно только сказать, что они сами нарушают, да, все эти комментарии нарушают действующее законодательство.